Здравствуйте! Это программа Город Спорт и я ее ведущий Алексей Величко. Сегодня мы расскажем о главных событиях в спортивной жизни Краснодара на этой неделе. В здоровом теле, здоровый дух Краснодар отмечает День физкультурника. Праздник, как говорится, для всех, кто любит здоровый образ жизни. Поэтому даже если ваша физическая активность ограничивается двумя-тремя упражнениями в рамках утренней зарядки, можно смело отмечать новую красную дату в своем календаре. День физкультурника начинается с хорошей разминки. Руководят процессом звездные спортсмены кубанской столицы. Перед сценой стройные ряды воспитанников краснодарских спортивных школ. Сразу после зарядки на площади появляется звездный автобус. На втором этаже двухъяростного транспорта молодые краснодарские спортсмены. Лучшие из лучших. Серебряный призер, первая из России, среди юниоров по велоспорту БМХ, Виолетта Трофимова. Затем автограф-сессия. К именитым спортсменам выстраивается очередь, поэтому попотеть приходится и вне спортивного зала. Сколько вы уже сегодня раздали автографу? Ой, не знаю, очень много. И сфотографировался, и раздал. Вот помогают коллеги мои. А мне дадите? Да, конечно. День физкультурника проходит во вторую субботу августа. Первый раз официально праздник отметили в 1939 году. Его лозунгом стали знаменитые слова римского поэта-сатирика Юния Ювенала. В здоровом теле – здоровый дух. Вся страна отмечала День физкультурника красочными парадами и шествиями. В современную эпоху Краснодар отметил День физкультурника не менее зрелищно. На этом честование здорового образа жизни не заканчивается. В планах у краснодарских любителей спорта день открытых дверей и ознакомительные тренировки. 1 сентября свои двери откроют не только общеобразовательные школы, но и школы спортивные. Далее бескомпромиссный бокс. Любители против профессионалов продолжили отмечать День физкультурника обладатели крепкого удара в спортивном зале. Дмитрий Пирог провел мастер-класс для воспитанников краснодарских школ бокса. На поездке дня базовые знания и работа над ошибками. Подход к построению тактики боя зависит от индивидуальности спортсменов. Но база всегда одна. От нее и пляшут в ринге, и порхают, как бабочка, и жалят, что говорится, как пчела. С ним стоять, вот так подсяду, его столкну и начну пробивать. Понимаете, да? Что в тебя не столкнули, ты начинаешь использовать. В открытой тренировке принимает участие главный гость кубанской столицы Вячеслав Глазков. В Краснодар приехал биться за возможность отстоять чемпионский китул по версии Айбеев. Его оппонентом в ответственном бое станет Керстон Мэнсвелл. Вячеслав – известный украинский спортсмен из Луганска, не знающий поражения. Перед важным боем боксер любезно согласился провести еще один, и даже не в своей весовой категории. Журналистика, как всем известно, одна из самых опасных профессий. И спортивная ее составляющая не является исключением. Иногда приходится выходить в ринг с настоящими профессионалами. Итак, суперлегкий вес против супертяжелого. Продолжение следует... Продолжение следует... Время! А теперь резкий вопрос. На каком телеканале работаешь? В Краснодаре. Безусловно, для ребят это большой опыт по спарринговать с таким мастером, как Дима Пирог. Я думаю, также это дополнительная мотивация для занятия боксом, потому что будут говорить, о, я спарринговал с самим Дмитрием Пирогом. То есть, ну, это уже многого стоит. Радует, что бокс в Краснодаре есть, бокс в Краснодаре живет и дай бог, чтобы он развивался. Сейчас Вячеслав находится на пике формы, но даже в плотном графике тренировок нашлось время, чтобы присоединиться к мастер-классу. Продолжение следует... Поговорим о боксе не только с Дмитрием Пирогом. Спортсмен в 2010 году завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO в поединке со считавшимся тогда фаворитом Дэниэлем Джейкобсом. В своей профессиональной карьере поражал соперников крепким ударом и динамичным боксом. 20 боев, 20 побед, 15 из них нокаутом. Здравствуйте, Дмитрий. Ну и первый вопрос. Как вам мой поединок с Вячеславом? Я впечатлен. Боксировали как лев. Как маленький львенок. Но главное дело, что без страха. Но все же давайте поговорим о вас. Вы отстояли чемпионский титул по версии WBO и трижды его защитили. Казалось бы, в профессиональном боксе достигнута самая высокая точка. Может быть, осталось еще что-то, чего Дмитрий Пирог не сделал? Есть еще для меня незакрытые вопросы, но об этом чуть позже. Если даст Бог и все пойдет хорошо с восстановлением, что сейчас происходит, динамика, которая меня устраивает, то, может быть, еще и увидят меня. Во время перерыва я восстанавливаюсь. Более того, я постоянно занимаюсь. И те, кто со мной заходит, увидят, в какой форме и функционально, как подготовлено, и физически. Не такой секрет. Более того, раз в месяц проходят мастер-классы. И каждый желающий может прийти посмотреть вовчу и попробовать со мной повоксировать. Это раз в месяц, как минимум, происходит. Почему вы проводите эти мастер-классы? Потому, как чувствую потребность. Ну, именно эти. Была встреча у меня с ребятами, с блогерами. И просто навели на мысль. Во время беседы на ТЭТ они увидели и подсказали, говорит, Дмитрию, вы, наверное, в месяц от 4 до 6, а то и до 8 мастер-классов проводите в разных районах нашего края. Может быть, объедините это все. Пусть те, кто хочет, приходят и в одно время, например, раз в месяц. Мне идея очень понравилась. Если от мастер-классов в других районах я не отказался, то эту идею поддержал. И уже три мастер-класса в конце месяца, дата всегда определяется с 20-е по 30-е, в конце каждого месяца мастер-класс. Последний продлился до 4 часов без перерыва. Учего удовольствия даже я. Когда рассказываешь, вспоминаются азы, которым ты учился еще лет 20 назад этому. И они вылетают через время. Ты о них помнил всю жизнь, и они остались в той памяти, но куда-то глубоко засели. В недрах памяти. И тут всплывают. А именно на этом фундаменте строится дальше работа. Я вспоминаю, и некоторые нюансы я потом их использую в дальнейшем. В подготовке. Да. Поэтому не очень часто такие мастер-классы. Там раз в месяц происходят. Может быть, два раза в месяц. И все же в вашей карьере не было Олимпийских игр. Быть может, это пробел в автобиографии? Я убежден, что нет. По той простой причине, не знаю, как другие виды спорта, возможно, не так, но в боксе профессиональном, если ты стал чемпионом мира, то это немножко выше, статуснее, чем быть Олимпийским чемпионом. Даже не каждый Олимпийский чемпион потом становится чемпионом мира среди профессионалов. Чтобы вы понимали, это как одна из основных высоких ступеней в любительском спорте – это Олимпийские игры. Но потом, дальше люди идут, пытаясь в профессиональном спорте добиться результаты, еще и заработать деньги. В персональном спорте там другие правила. Там совсем, именно в боксе, там совсем другой ритм жизни. Выживают там только, или что там получается сильнейшие, те могут выживать. Там и на судьи, и на 10, и ничего. Поэтому не каждый любительский человек может стать чемпионом мира. Доступный спорт, социальная деятельность и профессиональный бокс – насколько сложно это все вместе совмещать? Вы знаете, идут настолько параллельно, социальная деятельность заключается в том, чтобы развивать детский спорт. Не именно единоборств, а весь детский спорт. А сам делается на здоровый образ жизни, на инвалидов. Непосредственно постоянно приходят инвалиды, за что заниматься, что интересно. И когда я занимаюсь вот этими мастер-классами, это как маленькая частица в этого все. А так проводятся очень многие соревнования по разным видам спорта, среди инвалидов в том числе. И не только связанно с единоборствами. Поэтому сочетать не очень сложно, потому как одно вытекает из другого частично. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А теперь дадим отдых нашим мышцам и переложим всю физическую работу сил человеческих на силы лошадиные. У Слабинской гоночная трасса, тайм-атака, десятки спортивных автомобилей, виск резины и море адреналина. Покрышки слик, раздутые моторы, спортивная коробка передач и подвеска. За рулем опытный пилот. Безопасность на треке прежде всего. Ну что ж, погнали. Сначала прогревательный круг, чтобы разогреть резину. Затем с торговцем прицепляться к поворотам. Последний круг на время. Старт схода. Машина пересекает минеры. И вот время пошло. Первый поворот на 90 градусов, второй раз выбирает правильную трансферию. Идеально. Пилот сбрасывает скорость через следующим поворотом. Небольшой замок на выходе. Болит на треке удержал. Далее. Далее агрессивное торможение. Поворот на 180. Модернизированная торможная система с добранной программированностью под контролем. Тарасовый мультапик. Еще несколько поворотов. Клический флак. Ты счастливый. Я проехал лучшее время за сегодня. Я такой, да. 54,1. Отлично. А это в зачет пойдет тебе? Это тренировка. Я тренируюсь, выбираю траектории. А потом поеду в зачет. Эмоции зашкаливают. Время на треке словно замедляется. Каждый поворот на грани. Но контроль пилота над машиной просто поражает. Это открытые соревнования по автомобильному спорту. Заезды проходят в формате тайм-атак. Задача показать лучшее время. Здесь собрались настоящие энтузиасты. Многие выступают не только гонщиками, но и механиками. Готовят свои болиды сами. В принципе, готовил весь год постепенно. Начал с подвески, с колес. И уже продолжил мотором и коробкой. Мотор – это была последняя финальная точка. За это время на минутном круге машина сбросила 10 секунд. То есть, в принципе, по меркам кольца это очень много. То есть, это серьезная работа. Перед гонкой обязательная медкомиссия и техосмотр. Все ради максимальной безопасности. Каждый на треке по-настоящему болеет за свое дело. Иногда попадает в ряды гонщиков абсолютно случайно. Мой молодой человек начал заниматься здесь соревнованиями. Я сначала ездила как зритель, а потом решила вдруг попробую. И попробовала в прошлом году. И вот в этом году уже начала ездить на результат. Ну и результат пока радует очень. В рамках этих соревнований Оксана заняла первое место в квалификации Автоледи. Всего 7 классов. Первые три – сток. Это автоспорт для всех. Участвуют машины без какого-либо тюнинга, что называется, с завода. А дальше до самых злых монстров класс Анлим. И полностью модернизированных базовых версий. Издалека сложно определить марку. Вроде что-то импортное, но нет. Это детище отечественного автопрома. Под капотом больше 300 лошадей. Продолжение следует... В последнее время автогонки набирает популярность в нашем крае. Среди любителей есть перспективные спортсмены. Но, как правило, бюджеты у некоторых команд ограничены. Однако это гонщиков не останавливает. Кто-то всерьез задумывается пробиться в профессиональный спорт. Это хобби, но, конечно, было бы неплохо пойти чуть повыше. Мысли есть, дальше будем пробовать. Такие соревнования, заявляют организаторы, это возможность любителям скорости насладиться мощностью своего мотора. Но главное, не просто вдавить педаль в пол и пролететь по трассе, а идеально проехать каждую траекторию. Продолжение следует... Не менее зрелищными на этой неделе оказались и футбольные баталии. Два непримиримых соперника сошлись в битве за очки в премьер-лиге и симпатии болельщиков. Посмотреть кубанское дерби на главный стадион края пришло порядка 25 тысяч человек. Футбольная арена в буквальном смысле сходила с ума. В первом тайме желто-зеленые смотрелись немного лучше. Подопечные Дмитрия Хохлова словно обосновались на территории соперника. Краснодар временами организовал атаки, но знаменитая динамика быков куда-то пропала. Не дорабатывали горожане и в пассии в отборе мяча. У Кубани наоборот чувствовался настрой. На 10-й минуте Мельгареха показывает красивый футбол, замыкая перевод в штрафную, эффектно сложившись в воздухе. Удар ножницами, отскок от газона и удивленный дикань провожает глазами мяч, пролетающий над перекладиной. Парагвайц не раз получает возможность отличиться в первом тайме, но до перерыва счет остается неизменным. Немного у нас времени было, чтобы сыграться, понять, в какой футбол мы играем. Сейчас это все движется, мне кажется, в правильном направлении. Кстати, Мельгареха в день матча отмечал свой день рождения. 25-му номеру Кубани исполнилось 25 лет. Именник все же сделал подарок и себе, и своей команде. На 50-й минуте Мельгареха получает пас, обводит гранд квеста и пробивает диканя 1-0. В принципе, мы действовали правильно, но я сказал, что нам не хватало скорости, при которой нужно было такие же атаки проводить, но очень быстрее, и быстрее открываться, и быстрее отдавать передачу. И все же горожане так просто сдаваться не собирались. Олег Кононов рискнул и выпустил на поле сразу трех нападающих, и не прогадал. На 90-й минуте «Быки» смогли сломить оборону Кубани и сравнять счет. Вот моменты, надо бить поворотом, шанс, и этот шанс используют. Вы представляете, вы представляете, да вы не представляете, что сейчас происходит на трибунах. Это просто какая-то Бразилия, это Маракана, а не стадион Кубани. У меня трясется, моя комментаторская кабина. Настоящее дерби, битва до самого конца. Появились и изменения в турнирной таблице. На прошлой неделе Краснодар был на седьмой позиции, сейчас спустился вниз на один пункт. А вот Кубань, напротив, поднялась с 13-го на 12-е место. Все новое, хорошо забытое, старое. Нормы ГТО и Советского Союза нашли свое место и в современной России. Так, например, чтобы получить золотой значок, нужно было отжаться 14 раз. И в моем случае подтянуться 9. Готов к труду и обороне. Старый лозунг зазвучал по-новому для всех горожан. Центр Краснодара на время стал импровизированным стадионом, а жители попробовали сдать нормы ГТО. Бегали 100-метровку, качали пресс, прыгали в длину, собирали и разбирали автомат на время. Но перед физической нагрузкой обязательная разминка. Принимали результаты по всем правилам спортивного экзамена. Во времена СССР молодежь приучали к труду и обороне со школьной скамьи. ГТО – это основа советской системы физического воспитания для укрепления здоровья. Символ крепости духа и тела. Учредили комплекс в 1931 году. Будь готов к труду и обороне, зовет Родина. Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд. Проплыть 100 метров. Пройти на лыжах 10 километров. А там, где не бывает снега, совершить спеший переход. Сначала существовало 21 испытание. Физические упражнения и теоретическая часть. Среди теории – оказание первой помощи, история физкультурных достижений страны и военно-теоретические знания. Затем добавилась вторая ступень. Количество испытаний расширили, а требования разделили на морские и женские. В 1934 году добавлен комплекс для детей из 16 нормативов. Нормы ГТО-2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше. Причем без ограничения возраста. Но для пожилых людей нормы, конечно, установлены с учетом их возможностей. За успешное прохождение выдавали значки, а обладатели золотой награды пользовались всеобщим уважением. Хорошие результаты давали также привилегии при поступлении в ВУЗ. ГТО просуществовало 60 лет. С достоинством носили юноши и девушки эти оборонные значки, как символ крепости духа и тела. В наши дни инициатором возрождения славной традиции выступил президент России. Сейчас нормы ГТО учитывают во время зачисления студентов в Университет физической культуры и спорта. 15 августа турнир профессионального бокса. Главный поединок вечера – бой в супертяжелом весе. В ринг выйдет претендент на титул чемпиона мира по версии IBF Вячеслав Глазков. Его оппонентом станет Керстон Менсуэл. В этот же вечер в рамках пятого тура российской премьер-лиги Кубань примет Казанский Рубин. В субботу разыграются еще одни футбольные страсти. На этот раз владеть мячом будут представительницы прекрасного пола. В рамках чемпионата России по женскому футболу Кубаночка проведет матч с россиянкой. В поселке Южном Денского района с 18 по 20 августа пройдет открытое первенство Южного федерального округа по конному спорту. Таким мы увидели спортивный Краснодар на этой неделе. Болейте за любимый город, но сами не болейте никогда. Увидимся в следующую среду. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok